Дождь гасит свет, забывает про покой, и голос в темноте зовёт слеза живой. Приветоз Амигас зашла, объективно зашла предыдущая серия Heavy Rain, она же первая, поэтому, ебстественно, я, конечно же, пройду игру полностью, всем на радость. Я сделаю это вовсе не потому, что игру пришлось купить за, сколько там, 2200 рубасов, и деньги надо отбивать. Такой шутник, такой шутник. Вот, значит, честно говоря, в предыдущей серии я даже боялся немножко выкладывать, потому что очень много нытиков теперь на канале, которые ноют о том, что, типа, я ною, вот, а мне кажется, что они ноют, что я ною, а я-то не ною, нихрена, то есть непонятно, кто из нас ноет. Вот, но всё-таки серия, слава богу, зашла. Понимаете, некоторым людям хрен объяснишь, что, как бы, шутить о чём-то, не унижая этот предмет шутки, практически невозможно. Очень трудно пошутить о чём-то, похвалив, как бы, понимаете. Если вы хвалите шутя, то получается иронично, понимаете. Да хрен это людям объяснишь, короче, говорит. Так, он сказал, последняя дверь направо. Кажется, это... По-моему, тут секта свидетелей туберкулёза, блин. Вот так вот, да? Вот так вот надо отделаться от полиции. Просто кашляешь, притворяешься, что у тебя там птичьи гриппли, свиной. По-моему, там происходит изнасилование. Давай хоть узнаем, по согласию ли у них или что. Какой шумный дом. Мама сказала дверьникам не открывать. А, я, кажется, знаю, кто из соседей взял недавно кредит в банке, и теперь на цыпочках подходит к дверному глазку. Вполне похож на жирного коллектора. Без договорённости не принимаю. Стойте. Как я среагировал? О, боже. Да наскалит, или это? 50 баксов. Только без поцелуев и извращений. 50 баксов. Сколько это сейчас... Идёт? Ты подожди, давай посчитаем. Доллар сейчас 73 рубля, блин, между прочим. 50 умножишь на 70. Не, кого я обманываю, хер посчитаешь. Подожди, если 100 долларов... 300,5 тысяч рубасов. Десять минут, звенит будильник, время вышло. Десять минут, блядь. 3,5 тысячи рубасов. Так, надо деньги положить, да? Или она уже начинает раздеваться. Я бы хотел сразу начать максимально продуктивно использовать оплаченное... Оплаченное мною время. Таки будьте любезны, пожалуйста, приготовиться. Тётя Моня ещё на 10 минут денежек уже не даст. Кстати, есть здесь скидки постоянным клиентам. Вы бы раздевались, ваше время идёт. Даже она, блядь, понимает, что... Вообще-то я не клиент. Но ты можешь раздеться. Но ты можешь раздеться. Ну надо же, что хотите? Тест-драйв на халяву? Ах. Тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби. Я частный детектив. Родители жертв мастера Оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. О чьём? О её? Я уже всё рассказала полиции. Добавить нечего. Проваливайте. Да, на скале. Где Скотт Малдор? Он нужен мне. Понять, убедить, настоять. Убедить... Оглохли? Бля... Мне нечего вам сказать. Я... Вы метайтесь. Я не оглох. Текст быстро летает. Этот убийца всё ещё на свободе. И наверняка... Я не могу ухватить мысль. У моего Джонни нет. Какая хрен разница? А, её сына. Будут ещё жертвы, если не поймаем убийцу. Вы должны помочь мне, Лор. Вдруг удастся найти хоть какую-то зацепку. Помочь? Вы ничего не можете сделать. Мой сын умер. Вам ясно? Он умер. А ты что-то на убитую горем-то и не похожа. Даже что халатик. Траурный. Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мёртвые сыновиды в пустырях. Но, вы правы. Какое вам дело? На своей весёленькой работе. Вам уже всё равно, а? Конечно. Да не, слушай, у неё... Бывают ситуации, что могут, может, ещё... И ещё дети родиться. Что вы хотите знать? А, Джонни, подозреваемый, дом Джонни, исчезновение. Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. А у него был? Никогда не забыл. Красный воздушный шарик. Все дети вернулись домой в пять. Кроме него. Блин. Чёрт. У него не было воздушного шарика. Это была моя единственная зацепка. Когда вы забили тревогу? Около восьми. Я заволновалась, обижала весь квартал. Ходила на пустырь, где они играют. Ходила к его друзьям. Кажется, я смотрел этот фильм. Это подмена с Анжелиной Джоли. О, смотрите, у нее руки как у смерти. Нет, я бросил. Молодец. Я бы такие руки член не дал. Слушай, кошмар какой. Ну, ноги у нее еще ничего такие, в принципе. А, так, ладно, чё там надо-то? Дом Джоли. А он не спрашивал, почему ваша квартира похожа на ебаный бледюжник? Ну, нужны были деньги. Мне так хотелось увезти его из этой дыры. Использовать дыру, чтобы увезти ребенка из дыры. Ребенка, который вылез из дыры. Ну, нет вопросов. Да подожди ты, блядь ты, дай мне подумать-то. Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете. Конечно, я об этом думала. Но это же так нелогично. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни? А черномазый сутенер на днях не предлагал тебе крышу? Может, надо было согласиться? Ну, лучше быть... Время вышло, мистер Шелби. Я надеюсь, вы довольны. Проваливайте. Лучше быть папочкиной сучкой, чем... Чем вот такое вот. Так, мое время вышло, а зарплаты полицейского, похоже, на 20 минут не хватает. Ну, можно и походить. Ноги, кстати, у нее, да, ничего такие еще. И нахер он туда смотрит? Кто-нибудь мне может объяснить? Давай посмотрим, где она хранит игрушки. О, интересно, можно ее в толкан нассать перед уходом? Нет, смотрите, он туда не входит. Ладно, ее поутешать, может, как-то можно? Знаю я один способ. Нет, он не хочет с ним больше разговаривать. Наш пирожок стеснительный. Если вспомните что-то, любую малость, позвоните. А я думал, он сейчас полтенку достанет еще. И скажет, ну, в принципе, за 50, блядь. Можно еще 10 минут допроса с пристрастием. Слушай, вообще, это, конечно, разводняк на деньги, чистой воды. А что, если, короче, заплатишь, а она такое бревно, что как бы и не успеть за 10 минут-то? Что это у меня? Реактивная ангина? Так и помереть можно. Еще быстрее свой, блядский, ингалятор. Родин. Спередоза-то хоть не крякни, надышал. Ой, смотри. Стив Стонкоулд Остин. Я же так соскучился. Блядь, он рейстлер. Может, как бы и отпиздить. Ну, я считаю, надо им дать немножко побыть наедине. Ох, он ее, походу, без всякой смазки жарит. В задницу. Извините, можно хотя бы посмотрю? Ой, вот это, походу, было особенно яростное внедрение. Дуэйн Джонсон вызывает вас на бой. В клетке, чувак, стулья. Я знал, что драться вообще нихуя не фишка этого жирного копа. Я, в принципе, несмотря на то, что играю жирным, болею я все-таки за глыбу. Не знаю, что это за приемы. А, вот он, любимый рейстлерский прием-удар стулом. Так, надо вздрачить на джойстик. Давай, давай, ее, блядь, наяривай. Целую бутылку. Опять бутылка этой гребаной ткемали. Ее тут вообще пиарит, по-моему, в каждой сцене. Блядь, а вот это я пропустил. Сколько у меня здоровья, так вот что-нибудь показывает. Блядь, какое там у Люканга было комбо. Блядь, а долгие драки-то здесь, слушайте. Я, блядь, тоже хочу, но возьму, посмотри. Хули я только, знаете, стрелочки, квадратики, блядь, смотрю. Драки-то, блядь, не вижу. Ну, головой манекену это, блядь, епическая атака просто. Это уже читы пошли просто. Хукам хлева, хумгам справа, передам ему привет. Джигурда озвучивал, походу. Вы в порядке? Нихуя у тебя бланшик. Жить буду, наверное. Какого намаз прям? Пиздаки висят. Совсем оборзел, я и сказала, чтобы не приходил. Берегите себя, он ведь может вернуться. Я только сейчас разглядел, что это Аниськин, короче. Мистер Шелби? Да. За пятерик? Спасибо. Нет? А он уже обрадован, такой, завернулся, думал, сейчас она ему в этот... Поиграет на чудодейственной флейте. Ана, ему спасибо. Спасибо, знаешь, не подрочит. А это кто такой еще? А, это наш главный герой. Смотрите, он порезался, когда я его брил, короче, смотрите. Вон у него порез остался теперь, да? Не, он чуть не похож на главного героя. Он похож на оборот, на маньиту какую-то ссаную. Напоминание какое-то там, блядь, висело. Пока я его разглядывал, кто-то такой. Вторник, количество осадков 17 миллиметров. А нахрен мне количество осадков? Я что, блядь, синоптик, что ли? А что мы там, блядь? Он на дворнике может побыстрее включить, чтобы гребли там, не знаю. Не, вообще, конечно, интересно, блядь, что пиздить-то. Всяко, блядь, интереснее, чем анчарта. Говорят, что сюжет тут вообще убой. Поэтому я тут пиздить-то пизжу, конечно, но слежу. Что там за синий наркотик был? Ньюк, наверное, блядь, из рыбокопа, который... Помните, там, в старом оффажном рыбокопе нюком все шелялись? А, это мы каким-то, блядь, дознавателем, наверное, подырковатым играем. Здрасте, Кайл Рис. Ты что, дурак, блядь? Я же с ФБ рвец. Откуда у меня значок? У меня кепка с надписью. Вот у меня проездной. Проходной, вернее, блядь. Мне нужен лейтенант Блейн. Он здесь? Да вроде бы приезжал. Что, где-то здесь? Спасибо. Так, иногда думаю, что вроде как, ну, ФБР, это, блядь, это не такая простая организация, что там люди должны иметь опыт. Я не знаю, тем более, если ты агент, там, то есть, стаж, там, обязательно, наверное, какой-нибудь, блядь. Вряд ли туда приходят по объявлению из газеты, из рук в руки, да? Вот, что там делает этот студент? Может, а, у них, наверное, университет, ФБР, наверное, есть, да? Ну, туда тоже, наверное, не берут, у долбоебов, которые ночью в солнечных очках ходят. А, то есть, это фантастика, да? Нихуя ты, Deus Ex? Встретим 4 октября 2011 года. Время 08.14. А, то есть, эта игра была сделана в каком-то году-то, в 2010-м, в 2011-м. То есть, она, в принципе, с ногу со временем, да? Так, лейтенант понтовый, ну-ка, давай-ка нахуй мы снимем твои гаджеты. Ой, в принципе, нет, тут много кто с фонарями ходит. Видимо, здесь нужно все-таки нано-зрение включить. Хорошо, Роснано подогнало мне классные очки, короче. И вот эту руку. Вот наш айфон с двумя экранами, что может. В смысле, наша, как там, блядь, она называется? Хайскрин. Так, бутылка водки, которую, блядь, никому не хватает мозгов поднять. Потому что я сомневаюсь, что они ее не видят. А, понятно. Нахера ты киборг, короче. Вообще классно. Я так, блядь, в ФБРовце играл, когда мне лет 8 было. Я тоже ходил в очках такой борзый по двору. А, нет, ну чё, мы играли... Какой ФБРовец? Мы играли Рейнджер Уокер, блядь, и помощник 3бет. Мне нужен лейтенант Картер Блейн. Ну чё, немых негров наработать? А, вон. Спасибо. Вот этот персонаж мне нравится. Он такой понтовый, что просто вообще. И он из ФБР, него еще и хуй кто за эти понты отмудохает. А я еще по дороге сейчас улику найду какую-нибудь классную. Сразу, блядь, авторитет завоюет. Чё ждать? Смотрите, ДНК. Туда кто-то, блядь, сбрызнул в траву, а этот такой руками потрогал. Лизнул на сенсор. Как, говорит, блядь, инстерес, а чё-то не представляет. А вот что такое. Слушайте, таких гаджетов у Бэтмена даже не было, блядь, в последней части. А там как только не выебывались. Эй, ебаный, ровно-то на жопу хуй. Мне нравится просто смотреть на эту сцену, она... Чё-то такое. У лица орхидеи. Ее концентрация в воздухе быстро уменьшается из-за дождя, но рядом с телом ее все еще очень много. Интересно, что это, блядь, там такая за технология? Ай, ладно, чё я зануд. Никому не нравится, когда я, блядь, задаю логичные вопросы. Все хотят, блядь, жить в мире иллюзий, пиздежа и сказок. Куда лейтенант Блэйк-то делся? Подожди, лейтенант Блэйк, он же был только что здесь. А, сука, ничего себе свя... А, там последующие пыльцы пошел, видимо. Ну, бега обидно, что нету. Ну, серьезно, вот я вижу, вижу капитана Блэйка, мне бы припустить к нему радостно в прикрышку, блядь, ну... Че-е-е-е... Интересно, это скажется на концовке? Хе-хе. Лейтенант Блэйк, агент Норман Джейден, ФБР. Заходил к вам в участок с утра, сказали, вы здесь. Если вы любитель сырости, пустырей и трупов, выявились в адрес. Майк, подойди, скажи этому уроду в бульдозерах, чтобы заткнулся на пять минут. Я тут тебя не слышу. Минуту лейтенанту. Че-то я трупа-то и не вижу. Вы тут ходите, блин, с фонариями. Вы идете, Джейден? А труп никто и не ищет. Или что? Факты. Вы че, блядь, танцуете со мной? Коронер, застрял в пробке лейтенант. Мы ждем больше часа, черт подел. Ну да, Америка, видимо, такая популярная страна, что там даже ночью, ночью пробки. Судя по трупному окоченению, меньше шести часов назад. Точнее скажет Коронер после остановки. Я боюсь, что меня сочтут тупым и тормознутым, поэтому жму, что, блядь, что попало, лишь бы быстро. Держи, а почему нам даже девяки не дали? Желтые такие. Да, я вижу, ходят тут хуепи на это. Капитан, сделайте еще шаг, встаньте под крышу, пожалуйста. Эй, Джейдер, сообщите мне, если что-то найдете, окей? Мы теперь напарники. Приноси, а я что, не старше по званию, что-то не понял? Что-то как-то меня здесь не очень уважают, а я просто терминатор, блядь, этой локации. У них, наверное, еще телефон, блядь, без рингтонов у каждого второго, а у меня вон какая хуйня. ОРС-запись. Интереса не представляет. Принадлежит одному из полицейских. Зашибись. Так что, пыльца орхидеи, то есть вообще это не то, что считается уликой. Убийца, продавец из цветочного, нифига, да? Моя теория рухнула. Так, а может, это ты вальнул, да, я тебя просканирую? Да где труп-то, блядь? Дай тебе на труп-то посадить. А, в палатке, что ли? Серьезно. Блядь, а тут камеру-то не повернуть. Че такое-то? То есть это все-таки детская игра, да? И труп мы не увидим. О, можно заглянуть. УРС-запись. Жертва лежит на спине. Явных следов населения нет. Да я посадю, я, может, больше соображаю. Не, ну, пиздец, конечно, тебе удобнее. Не та кнопка, конечно же. Вот именно вверх нельзя было нажимать. А вот это я пытался, под дугу вверх, но просто что-то, просто что-то криворуке. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместил ее в кулак жертвы уже после смерти. Какая нахуй разница, когда он ее кулак поместил? На груди жертвы лежит архидель. То есть, моя потрясающая, выдающаяся, охуеть, невероятная находка опыльцы, орхидеи в воздухе только что стала просто бессмысленной. Спасибо. Жертва Джереми Болуус. Объявлен в розыск пять дней назад. Сведения в доселе. А что это такое левый стик? А, о, малафья, смотри. Поверхностная рана на правом бедре. Судя по анализу крови, нанесена по смерти. Возможно, когда тело перетаскивали с ума. Вот так вот, нахер нужен этот коронер, да, если есть просто очки. Вот, можно вскрыть и не делать. Прям так мамки вести, говорит, отдавать. Смотри, сколько сотрудников заменил один ФБР-овец. Как у других жертв. Как у других жертв. И их, блядь, объединяет то, что они были чумазые все, да? Что, все? Кто-то убивает чертовых детей. Наверное, блядь, это Ларин. У меня... Это пока что моя единственная версия. Кто еще, блядь, так ненавидит детей? Так, ну что? Пойду, что ли, поговорю, наверное, с этим? С капитаном как-то, он, Блэйком? Похвастаюсь ему своими находками. Что я пыльцу унюхал, блядь. Вот он офигеет. Он спросит, а как ты... А как ты понял, что, блядь, орхидея в воздухе? Я ему скажу, а вот очки, видишь? А вот так вот. ФБР такие дают. А тебе вот как у Сталлона максимум. Патруль новачки. От солнца лошара. След пыльцы, блядь. Ты посмотри. О! Опа! Новые ботинки чьи-то. Хера, хера, хера. Надо позвонить Брюсу Уэйну, сказать, что его технология говно, что-то, блядь, одни сбои. Нахера не найти. Фокс чё-то не то там скрафтил. Интересно, а палаточку чё, убийца поставил, чтобы мальца тут прикопать, что ли? А, я понял, чтобы с кем-то побазарить, надо очки снять. Типа невежливо же, да. Если ты одела чёрные очки, никто не услышит, никто. Я возвращаюсь в участок. Вы остаётесь? Я остаюсь там, где мне хочется быть. Нет, я всё сделаю. Хер ли тут делать? Я, по-моему, уже все бутылки, блядь, нашёл, все следы понюхал. О, смотрите, а у них трупы скорая забирает, а у нас, блин, говорят, извините, ждите, ждите, ждите. Через пару часов приедут специальные ребята, а нам нахер не надо. И нахуй ты их одел? Ну, я согласен, что там вот эта тёлка симпотная, короче, вот эта, ничего такая. И можно перед ней в очках пофорсить, но думаю, что ботинки в говнище, посмотри. Ты её так не впечатлешь, чувак. Он и сам это понял, и снял свой гаджет. О, блядь, это моя тачка, серьёзно? Повезло, посмотрите, какое-то, что это у нас за машина, ёбаный в рот. Сзади она казалась мне какой-то более, более респектабельной. А вот ведро, блядь. Ха-ха-ха, китайская подделка под Крайслер, твою мать. Точно моя, ну, блядь. Видимо, все деньги на очки, на крутые потратил, на машину уже не хватило, нормально. Блядь, ну как стиком неудобно, слушай, ну реально. Я вообще, блядь, не это нажал, дурочный. Вот эти, блядь, вот эти магические эти, магические движения, блядь, у меня чё, блядь, палочка волшебная, что ли, это стик. Блядь, просто по диагонали жмёшь, и всё, нахуй не надо вот это вверх и овалом вниз, то есть, движения повторять не нужно, просто в нужную сторону, по-моему, блядь, достаточно. Двиганок. Чё-то не допилили они своё гениальное управление, они могли бы сенсор тогда задействовать. Вот раз вы портанули свою игру на PS4, а тут DualShock, он с сенсором идёт, как бы, блядь, можно уже было сделать, сделать этот сенсор, чтобы он хоть раз, блядь, понадобился, потому что, потому что этот сенсор, он тут нахуй не нужен. Только если вот, блядь, нажимать на него, и тогда какое-то меню открывается, а вот то, чтобы там двигать что-то где-то, ни разу, блядь, я этого не делал. Чё это такое? Букашка, бабочка. Бабочка. Нетопырь. Лиса. Лиса. Краб. Краб. Смерть, тень, смерть, вон косы, две, две смерти. Двойная смерть. А, это, тест Роршиха, да, это как-то, ох, нихуя, как профессионально. Знаешь, я всегда хотел пройти вот подобное говно, вот на эти картинки поотвечать, это вообще интересно, хоть что-то значит по-серьёзному, или это выдумка какая-то, психиатров, блядь. Какая в жопу разница, чё там я на картинках вижу? Вот результаты вашего МРТ. К счастью, всё в норме. А почему я... Физических повреждений мозга нет. А почему я МРТ в церкви делаю, или что это такое? Однако тревожит ваше психическое состояние. Слышь, он юнитолог, пошлят сюда. Но пора вернуться к жизни, Итан. Сделай нас едиными, Айзек. Джейсон погиб из-за меня. Он мог остаться жив, не отвернись я тогда. Слушай, чувак. Такое с каждым может произойти. Ты не злись, но твой сын был редкостный, еблан же, блядь. Ну, серьёзно, из всех игроков мира, кто как бы не любил эту игру, я уверен, что когда они видели эту сцену, они все подумали одно и то же. Вот же, ёбаный еблан. Да, раньше-то я, блядь, коньём скакал там с ними, на саблях рубился. Ну, срать охота, наверное, судя по позе. Том Круз тоже в одном фильме такой был. Потом мир спас. Так что не торопись, чувак. Батьки разные нужны, батьки разные важны. Вам приходилось слышать о раздвоении личности после сотрясения мозга. Когда люди творят что-то, а потом не помнят об этом. Как будто это был кто-то другой. Ну, короче, бойцовский клуб-то смотрел. Вот такая же хуйня. В определённых случаях серьёзная встряска мозга может привести к психическим заболеваниям. Ну, например, к шизофрении. Да, кто-то все американские рэгбисты, прям, блядь, шизофреники сплошные. Да, верни, дядя, его обруч. Да я вообще не понимаю, блядь, почему он выжил, а ребёнок умер, если он его закрыл. Вообще, там так это убого было показано. Вот серьёзно, блядь, не верю, нахуй. Перстень какой у доктора. Что, как бы, свидетельствует о том, что он просто не ебаться какой специалист. Знаете, все адвокаты ходят в золотых перстнях в часах там. Типа у хуёвого адвоката бы таких подгонов не было. Хочешь перекусить? Судя по погоде, они где-то в Питере, блядь. Я что-то тут солнечный день только один раз в начале игры видел. Что сегодня нового в школе? Что сегодня нового в школе? Блядь, какой еблонский вопрос. Что нового, может быть, в школе? Там 9 лет одна и та же хуйня. Нехорошо получилось, Шон. В следующий раз сделаем вместе по рукам. Что-то случилось, Шон? Не, всё нормально. По-моему, у Шона пора на затылке поискать три шестёрки, блядь, он какой-то нахуй подозрительный. Блядь, ну последний козырь. Шон, хочешь я куплю тебе четвёртый PlayStation, блядь? Ну ты как хочешь, я пойду, бля, поиграю. У-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Давненько я не сидел на качалке. Что скажешь? Ну сядь посиди, ёпта придурок. Ничего, как мы с ним будем качаться? Он весит 20, я 120. Это странная у него траектория. Вообще, батька резко спрыгнет, короче. Покажет, блядь, как мы в детстве жопы отбивали. У каждого, наверное, был такой друг, мудак, который, блядь, соскакивал с этой хуйней и выбились с жопой, блядь, амземлю. Отлично. Батя трицепс скачает, походу. Блядь, я на него смотрю. Порнуха какая-то, по-моему, блядь, они игры. Сука, все, подход, подход 15 повторений, ёпта, дальше пошли. Что еще? По-моему, должны перевески такие быть, где надо руками держаться. Были такие потом, продвинутые уже. Я-то застал еще колесо, по которому бегать надо, держась там за ручкой. Сейчас, блядь, машину подгоню, как в том, блядь, бородатом видосе, где карусель крутанули тачкой. Ебать, вот это там вообще. Там чуваки потом в космонавты, наверное, пошли, блядь. Блядь, это пиздец, как сложно. Пиздец, слушаешь, это все. Сейчас, подожди, подожди, я вспомню, как это делается. Блядь, о-о-о, смотри, как весело. О-о-о, охуенно, летишь, как ветер. О-о-о, не успеваю, не успеваю, не успеваю, блядь. Да ему стыдно, что у него, батя, рахит, блядь, да крутни ты его. Ты же только что трицепс, блядь, качал. Да хули нажимать-то надо? Ебанатское управление, блядь. Какой позор, какой позор. Через сколько раз его, блядь, стошнит от скуки? Я больше не хочу в это играть. Нет, ты, блядь, сядешь, нахуй. Я еще раз попробую, мелкий черт, блядь. Не будет он, блядь, играть. Ну, ты знаешь, что вообще, блядь, тогда иди в жопу, нахуй. И домой пошел. Пизду мне такие дети, блядь, тупые, нахуй. Играть не хотят, долбоебы, блядь. Иди вон, нахуй, к этим, вон, мексиканцам, блядь. Будешь братьиком вот этого, блядь, страшной тёлки. Ай, блядь, бывшая, всю плеш проезд, нахуй. Нельзя, блядь, скажет, ребенка бросать на площадке. Че, нельзя? Дорогу он знает, блядь. Подумаешь, тут маньяк где-то ходит. Подарит ему, блядь, журавлик из бумаги. А, бумеранг. Умеешь его бросать? Тогда нахуй ты его с собой носишь, блядь. Холодное оружие. Дробящего типа. Давай, ебани в окно. Учительское. Бля, он, наверное, смотрит и думает, ебать, батька, мой кумир. Столько все умеет, блядь. Блядь, нахуй, ебаный. Даже, сука, не может, блядь, бумеранг, ебаный, в рот кинуть. Сейчас, 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 я метнул, блядь, ух. Да, че нам-то, я не понимаю. Подождите, хуйняка это. А, Р-2, блядь. Ух, богатырский. Я долго, короче, прицеливался. Вот, примеривался к весу, блядь, этого снаряда, короче. И вот, и вот правильно получилось. Че, еще раз, что ли, может, хватит? Или один раз не впечатлили, один раз не контрабас, да, еще как бы давай. Херек, волшебное встряхивание бумеранга, и он. И он летит, шо, ну, в башку, блядь, я угадал. Жена охуеет, одного скажет, под машину бросил, второго бумерангом убил. Придурок, блядь. Нахуя за тебя, замуж, уходи, вот, лбаёк. Самая глава, это правильная поза при подаче. Бросай его прямо, и немного вправо. Давай лучше укурить научим, нахуй ему тут бумеранг. Ну-ка, кидай. Где они такие настоящие бумеранги берут? У нас, блядь, никогда назад не возвращались. Херовины эти, блядь. Отлично, Шон. Вот, совсем не трудно. Надо балбачу, наверное, попросить тоже, может, научил бы. Вон-то тот еще индейец, блядь. Он, наверное, еще каменные топоры, нахуй, застал. Пиздец, он так радуется тому, что бумеранг нормально бросил. Уйти, нихуя. Блядь, пойдем, я тебе еще катану, короче, на этой, ну, вон ты, розанчик. Нет, нельзя, да? А это что? Конфеты, блядь, ему... Будьте добры, пакетик клубничного мармелада, пожалуйста. Шоколадного надо брать. У тебя что, блядь, телка растет, что-то какая-то клубничная. Да, еще чупатес, он клубничный, блядь. Купи, пусть сосать его учится. Походу, у вас это, блядь, наследственное. Семья абсосов. Эй, я купил мармелад. Не люблю клубнику. Блядь, как неожиданно, ну ты дебил. Ладно, все равно спасибо. Нихуя себе, одолжение сделал. Я просто могу поменять, но можешь и клубнику сожрать. Да, батька, конечно, мог бы и знать, что ребенок любит, что не любит. Хули он такой, не интересуется, нихера. О, качели. Вот с качелями я, наверное, справлюсь. Иди, я тебе покачаю. Хочешь, я тебя покачаю? Так недоверчиво посмотрел на эти веревки, как будто они не выдержат вес его доходяжного ребенка. Сарин у него, он как будто из Бухенвальда, блядь, сбежал недавно. Зачем вот этот фокус с двоением камеры, это, конечно, вообще спецэффект уровня Кристофер Новым. А, блядь, да что ж ты, ебаный в рот. Сейчас начнем. Сейчас. Ух, качаю, качаю, качаю. Че? Алло. Ребенчик. Сам-то он, конечно, никогда... Сам-то он не смог бы, да, нихуя, качаться. Я должен вот съесть джойстиком, болтать, чтобы... Мы в его возрасте, блин, ногами отталкивались, солнышко делали. А потом я, блядь, сотряс мозгов получил, и мне стало стремно на эти качели качаться. Вообще не могу на них даже сидеть нормально. Хотя, не, сейчас, наверное, могу уже, а потом, тогда... Не аттракционы, блядь, ничего. Ни на чем не мог. Вот так вот кукуху тряхануло. Блядь, это так трогательно, что я прям сижу себя и трогаю, слышишь? Было классно, да, конечно, вообще. Слушай, а что мы как абсусы пошли на лошадках погадают? Смотрите, у них нихера себе. Что здесь аттракцион-то делает вот на этой поляне? Посмотрите, он тут вообще, вообще не... Что они там пришли, механизм закопали, что ли? Не, это, конечно, атмосферно, обалденно, но... Не правда же. Где у него, блядь? Опачки, блядь, не понял, вы тут не охуели? Эй, граждане, ебать, я тут с ребенком гуляю. Иди свою овцу где-нибудь, блядь, в другом месте нахуй засасывать. Не трогай, блядь, все равно жирно. Как, блядь, у Узбека билет-то купить? Что, билетик-то продашь или что? Hello, Bill Rodon. Ты же Bill Rodon. А пойду туда бесплатно покатаюсь, как, блядь, зайти? Это не Шон? Шон, хочешь на ка... А, нет, это не Шон. Блядь, а где Шон? Что, второй тоже убежал? Шарик-то хоть взял красный, я тоже не найду. Наши качи... А, нет, не наши качи. Блядь, где я ребенка-то оставил, да? Ёб твою мать, что же, блядь, за херня ты? А еще продают для собак вот эти вот ошейники светящиеся. Для детей надо ошейники, блядь, с колокольчиком и мигалкой. А че, ну нельзя пойти на карусель покататься? Говно собачье. Самую крутую карусель проебали. Да, ребенок твой выглядит счастливым просто дабы. Я вспоминала, как все было, тогда, когда Джейсон был жив. Иногда мне так хочется, чтобы все стало как раньше. И мне, Шон. И мне. Да, я хочу вернуться в детство и че. Чувак, мы все ностальгируем, мы все хотим че-то, блядь, телепортироваться, там че-то поменять. Ну, понимаешь, сынок, нихуя это не работает. Прими реальность, смирись. Че еще, блядь, сказать. Хочешь на лошадке поскачем? Блядь, камера просто жесть. Эй, пап, можно покататься на карусели? А я уже думал, ты не попросишь. Конечно, пошли. Выбирай коня и садись. Я куплю билет. Скидки для умственных инвалидов есть? Один билет. С вас доллар. 50 рублей? За сколько хоть? За какое хоть время? Да, я хоть рычагом к скорости покручу, чтобы он быстрее поездил. Она еще с музыкой. Обалденно. А че бы во дворах такие не ставить, да? Платные. Чтоб вот ты, скажи, типа денежки там собирала. За нормальные аттракционы херли там эти качели. По-моему, на таких лошадках куда безопаснее, чем на качелях качаться. У нас во дворе были самые большущие алюминиевые качели на районе. Знаете, сколько детей там, блядь, сотрясения выхватило? Ой, ебанок, пассатижи. Странно, я не успел, но главного героя нихуя по асфальту не размазывал. Тут вообще умереть-то можно хоть? Глюканы, глюканы, глюканы. Че бы он тут делал, шон твой? Че это происходит? Он проснулся только сейчас, что ли? А до этого, где он был, типа непонятно? Или ты его сейчас плющит? Я нифига не понимаю. По-моему, вы мне машину показали, да, что надо туда идти? Пиздец, да? Че, серьезно? Да, чувак, тебе люто не везет. Ты че, Леш, хочешь, чтобы мусора приехали, что ли? Чтоб тебя вот с этой бумажкой нашли? Следующие 20 лет. За следующие 20 лет тогда ты познаешь много членов, походу. Чёрных, больших. Ой, опять ФБРовцы, это круто. Мы получили доступ к новой награде. У этого ФБРовца, блядь, чёрные точки такие правдоподобные, просто охереть. Сходил бы, что ли, там, не знаю, в спа-салон, там, блядь. Ну, я готов. А, это загрузка. Зачем такие крупные планы, мне интересно. Полистейшн. А вон, я видел, там, лысый белый этот, Стив Остин сидел, которого коп избил. Он тоже коп, наверное. Сука, вот этот негр обкуренный по любасу. Сид ФБРовцу, Шарлин, не Шарлин. Ну, Шарлин или не Шарлин, мы узнаем в следующей серии. Потому что время вышло. Надеюсь, вам понравилось так же люто, как и первое. Ну, может, и меньше. А может, и больше хренов знает. Так что, что-нибудь напишите, что-нибудь нажмите и всё такое.